День добрый! С вами Смирнова Ирина. Продолжаем изучать такой ресурс, как Канва. Ну, мы с вами уже зарегистрировались. Об этом я писала в прошлой статье. Давайте мы сейчас зайдем туда. Но прежде чем заходить, еще раз посмотрим на интерфейс самого ресурса. Первое, что вы можете сделать, это настроить язык. Вы просто вот спускаетесь сюда вниз экрана и настраиваете тот язык, который вам необходим. Дальше при регистрации вы даете информацию для самого ресурса, кто, зачем и как будет использовать данный ресурс. Это необходимо для ресурса, я так понимаю, для его статистики. Вы можете ознакомиться с самим продуктом, пройдя вот по этим ссылочкам в левом углу. Здесь вы, проходя по ссылкам, можете ознакомиться, не регистрируясь. Здесь вы можете узнать историю самого ресурса. И вот в этой ссылочке вы увидите все возможности. Возможности у ресурса огромные. Вы можете создавать, начиная с обыкновенных открыток, заканчивая логотипами, инфографикой, обложками книг и так далее. У вас здесь идет возможность редактирования фото. Это тоже достаточно серьезная такая проблема, которая очень часто возникает у людей, которые даже не занимаются инфобизнесом. Им просто необходимо отредактировать собственное фото и сделать из него калаш. Вот для этих ситуаций данный ресурс просто незаменим. Вы можете зайти сюда, авторизируясь в Фейсбуке или в Гугле. Если вы забыли пароль, уже зарегистрировавшись, вы можете пройти вот по этой ссылочке. Ну а если у вас все нормально, то просто входите внутрь самого ресурса. После того, как вы войдете, вы сразу попадаете в собственный кабинет. То есть вот здесь есть с левой стороны ваш кабинет. Перейдя по зеленой кнопке, вы сразу заходите «Создать дизайн». То есть это вы будете создавать собственный свой личный дизайн. Вы можете увидеть все ваши проекты. Вы можете узнать, кто поделился с вами, с кем вы собираетесь поделиться. Вы можете создать команду и работать здесь, на этом ресурсе, целой командой. Что тоже очень удобно, например, для людей, которые оформляют группу ВКонтакте. У вас есть администратор группы, вы владелец этой группы. Вы пришли и зашли сюда, имеете общий доступ, работаете одной командой, одобряете или не одобряете заготовленные уже какие-то дизайны. Вот здесь вот видите, так интересно обозначена дрянь. Иначе говоря, это корзина. То есть вы можете сюда выбрасывать то, что вам не нужно. Рабочее поле разделено на два сектора. Первый сектор – это создать дизайн. То есть вы можете создать собственный дизайн, а можете использовать какие-либо шаблоны. Причем шаблоны имеют определенную направленность. То есть вот здесь вот вы можете создать фотоколлаж, если пройдете по этой иконке. Здесь вы можете создать размером 800 пикселей на 800 пикселей хорошую картинку для социальной медиа. Здесь вы можете создать инфографику и так далее. Давайте мы сегодня с вами на примере создания фотоколлажа изучим инструменты, которые нам предлагает данный ресурс. Я для того, чтобы начать работу, я выбираю определенную иконку, в данном случае фотоколлаж, кликаю по ней, и у меня появляется рабочий стол. Давайте посмотрим повнимательнее, что у нас здесь есть. На сером фоне есть такое белое поле. Вот это белое поле и есть мое рабочее поле, то есть на котором я буду создавать свой дизайн. Давайте обратим внимание сразу же на правый нижний угол. Вот нажав на эту иконку, видите, всплывает подсказочка «Введите презентацию», но это не совсем точный перевод. Вы кликаете на эту иконку, и у вас появляется само изображение. Сейчас у меня это белое поле, поэтому это белое поле здесь и появилось. Правее показано, что сейчас у меня здесь формат, не натуральную величину, а показано всего 75%. Вот если мне что-то будет не видно, то я могу приблизить до 100%, а могу приблизить и больше. То есть это тогда, когда вы будете работать с какими-то мелкими деталями и элементами, то это достаточно удобный такой момент. Давайте вернемся к 75%, нормальный будем говорить, размер изображения, с которым вы собираетесь работать. С левой стороны у нас двойное меню. На темном фоне показаны инструменты. Это поиск, макеты, элементы, текст, бэкграунд или подложка, и загрузки, то есть то, что вы можете загрузить сами. Если вы выбираете какой-либо инструмент, то открывается подменю. И в этом подменю вы можете найти очень много полезных материалов для себя. Давайте сразу обратим внимание, что материалы здесь у нас есть как бесплатные. Посмотрите, вот здесь написано, ярлычок такой в правом нижнем углу бесплатно. И есть материалы платные. Сейчас мы до них немножечко, они обычно внизу, далеко. Потому что первые материалы всегда даются бесплатные. Вот, например, платный материал, видите? То есть вот такой дизайн, чтобы мы с вами могли использовать, нам нужно заплатить, по-моему, 1 доллар, если я не ошибаюсь. Вот в правом нижнем углу уже появляется не ярлычок бесплатно или свободно, а ярлычок, значок доллара. Итак, значит, мы с вами решили создавать коллаж. Первое, как видите, сразу же при выборе создания коллажа у нас открываются именно макеты. То есть мы можем выбрать тот макет, который нам больше понравился. Ну, давайте я, например, выберу вот такой макет. Вот, вот этот вот макет. Давайте мы с вами выберем. Я кликаю на этот макет. И посмотрите, мне еще предоставляется возможность выбора шести макетов данного автора. Я выберу вот этот вот макет. Думаю, что вы обратили внимание на то, что вот из всех макетов у этого макета, видите, уголочек отгибается. Когда отгибается уголочек у макета, то там показана цифра. То есть дополнительно еще дается шесть макетов. Кликнув по макету, посмотрите, я получила его на своем рабочем поле. Естественно, этот макет у меня будет активный. То есть я могу с ним работать. Я могу его выделить, этот рисунок. И посмотрите, у меня сразу же появляется дополнительное меню. Мы сейчас с вами будем делать титульное изображение для блога. Сайт мой называется «Все для начинающего блогера», поэтому я буду акцентировать именно такие моменты. Зачем нам делать такое титульное изображение? Мы говорили о том, что у нас должно быть изображение титульное, обязательно уникальное. Вот здесь у вас есть такая возможность создать собственное уникальное титульное изображение. Причем вы можете делать его в едином стиле. Вот сейчас мы такое изображение попробуем с вами сделать. Итак, давайте сначала посмотрим, что будет вот с этим нашим изображением, если мы будем использовать вот эти вот всевозможные ссылочки, которые нам предлагает канва. Ну, во-первых, здесь мы можем менять цвета, но этого мы делать не будем, потому что у нас сейчас с вами здесь конкретная картинка. Мы можем пройти по фильтру. Вот это очень интересная вещь. Почему? Потому что все изображения, которые мы с вами берем, ну, мы берем где-то на платных или бесплатных ресурсах, но для того, чтобы у вас было все, например, в едином стиле на вашем сайте, вы можете выбрать, например, какой-то фильтр. Вот, например, такой розовый. Рози называется. И в последующем все абсолютно свои изображения делать именно вот в таком стиле. Тогда у вас сайт будет такой стильный достаточно, он будет хорошо выглядеть. Теперь посмотрите. Здесь у нас есть вот такой бегунок интенсивности. Мы можем... Обращайте внимание на изображение. Видите, оно как бы стареет, картинка, да? Вот более тусклые становятся краски. Если я переведу их на плюс вот 92, видите, какая резкость, более яркая. Но я возвращаю обратно к начальному вот такому состоянию. Но здесь, кроме вот этого бегунка, есть еще дополнительные варианты. Вот, посмотрите, мы здесь можем с вами работать с яркостью, с контрастностью, с насыщенностью, с оттенками. Вот, посмотрите, сейчас они у нас красно-розовые. А я могу перевести и в зеленые, и в синие. Давайте вернемся в красно-розовые, такой, какой у нас был. Мы можем сделать какое-то пятно. Видите? То есть резкость убрать до состояния пятна. Оставляем резкость нормальную. Х-процесс тоже, видите, меняется краски, уходит в другую палитру. Обратите внимание на то, что вот здесь код фильтра появляется. И то, что вы себе выбрали, например, на сегодняшний день, да? Вы можете здесь этот код сохранить. И в следующий раз, когда вы будете работать со своим изображением, просто вставить сюда код. И вот эти вот все параметры, они у вас, какой был у вас до этого изображения. Итак, я копировать код фильтра не буду, я просто оставлю так, как есть. Выхожу на проще, скрываю это все. И оставляю так, как я вот здесь настроила. Итак, мы с этим поработали. Теперь давайте посмотрим, что такое урожай. Давайте я вернусь обратно. И я хочу вам показать. Посмотрите, данное изображение у нас как бы ограничено рамкой. Но здесь фотография, она может быть у нас более интересной, например, с правой стороны сюда, да? Поэтому я, кликнув вот по этой ссылочке урожай, я выхожу конкретно на саму фотографию. И, например, я ее могу передвинуть так, чтобы вот эта часть моря была не видна, а были больше видны скалы. Или наоборот, если мне нужно, чтобы было больше видно моря, то я вот часть скал увожу сюда. Я могу также растянуть это изображение и сделать совсем иначе внешний вид данного изображения. То есть, видите, уже останется вот на этом светлом рабочем поле, ярком рабочем поле, правильно сказать, останется совсем другой рисунок. Итак, я возвращаю все обратно. Для того, чтобы то, что мы сделали, оставить в этом виде, я просто кликаю вот сюда на эту галочку. И возвращаюсь сюда. Теперь смотрите, я могу сделать так называемый кувырок. Ну, это понятно, да? Отразить по горизонтали, отразить по вертикали, опять, например, отразить по горизонтали, вернем обратно, и отразить по вертикали. То есть, здесь это делается одним кликом. Но я могу также развернуть по тем углам, каким мне хочется. Видите, здесь есть такая возможность. Еще один очень интересный момент – расстояние. Я кликаю вот на эту ссылочку и начинаю уменьшать или увеличивать эту картинку. Итак, с картинкой мы с вами поработали. Теперь давайте поработаем вот с этой плашкой. Светлой плашкой, которая у нас здесь расположена на самой картинке. Значит, я хотела бы, чтобы эта светлая плашка у меня была прозрачной. Для этого я могу, кликнув вот с правой стороны на кнопочку прозрачность, сейчас он не прозрачное, это изображение, я могу его сделать слегка вот таким прозрачным. Видите, здесь вот очень легко и быстро все это делает. Но мне не хочется, например, чтобы он был серый, эта плашка. Значит, я выхожу вот сюда на цвет с левой стороны и выбираю тот цвет, который мне бы хотелось. Я все-таки оставлю серый, потому что он самый такой приемлемый здесь. Итак, здесь я тоже могу вот таким образом вращать в любое положение, увеличивать, уменьшать, потянув за маркеры. Я сделаю так сейчас. Я возьму сейчас эту плашку, я ее выделяю, я поставлю ее вот таким образом, разверну вот так немножечко. Я хочу, чтобы у меня вот эта часть прозрачная закрывала наискосок вот это изображение. Для этого я тяну, вытягиваю это изображение. Оно закрывает у меня часть рисунка. Посмотрите, вот таким образом у меня будет закрыто. Закрыто это изображение. Я его опять выделяю, и у меня появляются возможности, те возможности, которые я могу использовать здесь вот на этом изображении. Все. Пусть у меня будет именно так, как я решила. Теперь я хочу поработать с текстом. Я выделяю текст, и посмотрите, здесь у меня сразу появляется меню для работы с текстом. Но первое, что я делаю, я перетягиваю этот текст вот сюда. Я хочу здесь написать слова блогеру. Блогеру. Буква лэп пропустила. Сейчас мы ее напишем. Блогеру. Что я могу с этими буквами сделать? Ну, первое, что я могу сделать, это, во-первых, поменять цвет. Изменить. Я могу сделать их более жирными. Вот они сейчас были жирные, да? Давайте мы их сделаем жирным шрифтом. Я могу их перевести все в заглавные. Ну, они у меня и так сейчас заглавные вот здесь показаны, да? Я могу выяснить, как мне выровнять этот текст. Я могу поставить его в виде списка. Я этого делать не буду сейчас. Я могу увеличить его, этот текст. Ну, вот сейчас у меня 32, по-моему, был, да? Сейчас давайте его сделаем 36. Он сделал побольше. Я могу изменить шрифт. Вот шрифты здесь, кириллица, они здесь меняются не слишком хорошо. То есть не так много этих шрифтов меняется. Вот, например, такой, выбрать вот такой шрифт лобстер. Обычно кириллица на него реагирует. Вот таким образом. Вот такой шрифт я себе выбираю. Это шрифт марта. Вот сейчас после некоторых действий, посмотрите, у меня расползся как бы мой шрифт. Как мне это поправить? Потому что обычно, ну, вызывает сомнение, каким образом это можно сделать. Давайте мы сделаем это так. Вот здесь есть кнопочка расстояние. И здесь есть межбуквенное расстояние. Вот сейчас оно стоит на 500. Давайте мы это межбуквенное расстояние просто уменьшим. Вот так вот. Я подтяну вот сюда вот, вот таким образом, картинку. Здесь у меня есть еще один шрифт. Внизу подписанный был вот этот шрифт. Я его просто удалю. Он мне не нужен. Поставлю свой текст вот сюда вот наверх. И мне не совсем нравится цвет. Давайте я все-таки поменяю цвет на более вот такой вот, на более серый. Вот таким образом, да. Вот так. Теперь я хотел... Здесь мы сейчас добавим сюда значок. Вот теперь я хочу вам показать, каким образом я здесь поменяю изображение. То есть это, конечно, все хорошо. То, что мы сделали для блогера. Но хотелось бы, чтобы здесь было изображение, касающееся именно интернета. Что мне для этого надо сделать? Мне надо здесь изменить вот эту вот картинку. А чтобы изменить картинку, я должна ее выбрать. Для этого я захожу вот в эту опцию. Она называется элементы. Кликнув на эту опцию, я вижу очень большой подменю, которое здесь дает огромные возможности. Первое это бесплатные фотографии. Давайте мы откроем эти бесплатные фотографии. И здесь в этих бесплатных фотографиях найдем что-то, касающееся интернета. Видите, здесь опять же есть картинки платные, есть картинки бесплатные. Размер картинок для нас не важен. Вот я нашла здесь вот такую бесплатную картинку с ноутбуком на столе. Вот он ноутбук. Давайте мы его вот так вот увеличим в размерах. Удалим картинку, которая у нас была. И для того, чтобы поднять наверх ту картинку, которую я установила, я захожу вот сюда по этой кнопочке «Организовать». Я картинку выделила, объект выделила. И теперь он должен у меня... Вот таким образом я установила это изображение. Но мне не совсем нравится, как стоит картинка. Вот таким образом сюда. И передвигаю ее ближе. Вот таким образом ноутбук. Можно еще немножечко увеличить картинку, чтобы ноутбук был побольше. Я потом на этот ноутбук буду укладывать другую картинку. Вот таким образом. Итак, мы с вами установили то изображение, которое хотели установить. Теперь я хотела бы здесь поставить какой-то значок. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Я захожу опять в элементы, закрывая вот этим крестиком фотографии. И выбираю, например, вот такой инструмент, как иконки. Иконок здесь очень много. Посмотрите, как их здесь много. Здесь можно найти различные иконки. Иконок очень много. Посмотрите, здесь даже есть иконки социальных сетей. Вы тоже их можете здесь установить. Если вы не можете найти здесь иконку, то вы можете ее просто загрузить. Вот посмотрите, есть еще такое меню. Опция, как загрузки. Здесь уже есть загруженные материалы какие-то мной. Я кликаю вот сюда, загрузить свое собственное изображение. Выбираю вот эту вот иконку. Она у меня загружается. Обратите внимание вот на эту кнопочку. Она показывает вам, прошла загрузка или нет. Все, загрузка прошла. Я беру ее, эту кнопочку, и перетаскиваю туда, куда я хотела ее установить. Вот она, эта кнопочка у меня будет здесь. Я могу ее увеличить в размерах. А могу оставить такой, как... Вот давайте чуть поменьше мы ее сделаем. Отцентрируем относительно... Направляющие, видите, вот здесь появляются. Отцентрируем ее относительно вот этого слова. И, наверное, я тогда и блогеру сделаю точно таким же цветом. Ну, пусть пока будет вот так. Вот таким образом пусть будет написано. Привязываю этот шрифт в этом месте, чтобы не было уже никаких изменений дальнейших. Чтобы я его не передвигала. И вот таким образом я оставляю это изображение. Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. Оно такое серенькое. Но мы можем дополнительно на него еще установить что-либо. Вот такое изображение у нас получилось. Для того, чтобы выйти из этого интерфейса, я просто кликаю на кнопку Escape. И возвращаюсь обратно. Теперь давайте мы это изображение с вами сохраним на нашем компьютере. Кликаю «Скачать». Выбираю «JPEG». «Скачать». И вот пошла загрузка. Пишем «Сохранить». Вы можете поделиться своим изображением в социальных сетях. Можете этого не делать. И вы можете также сохранить в своем аккаунте. Сохранить. И при выходе в свой аккаунт вы увидите вот здесь вот то изображение, которое вы сейчас сделали. Итак, сегодня мы с вами сделали буквально первые шаги по работе с конвой. Мы создали титульное изображение. Точнее попробовали создать титульное изображение. Оно у нас такое получилось достаточно неплановое. На следующем видео я покажу вам больше возможностей для работы с конвой. А сейчас ваша задача не бояться заходить внутрь этого ресурса и не бояться нажимать все кнопочки и ссылочки. То есть самое главное это пробовать, тренироваться. Тогда у вас все получится. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. С вами была Смирнова Ирина.